здравствуйте дорогие друзья коллеги приветствую вас на канале в икеа мы с вами продолжаем сезон посвященный телемедицине нашего интернет сериала загрузи здоровье и сегодня мы будем говорить с вами о втором врачебном или медицинском мнении лично я считаю что конечно правильно говорить о втором врачебном мнении все таки если говорить о мнении это как раз таки удел врача оставлять свое мнение а почему собственно говоря мы говорим о втором мнении я сейчас немножко расскажу маленькую одну вам историю она к история из жизни и здесь немножко я даже проиллюстрировал вы никогда не задавались вопросом почему люди ходят по земле и не срываются с нее ведь она крутится на это есть очень четкий понятный ответ потому что все пациенты наши все в рване все люди являются пациентами они прикреплены к поликлинике из-за того что они прикреплены к ней они собственно говоря не срываются от такого движения движение нашей планеты это когда народная мудрость она продиктована большим опытом у меня 20 лет стажей я точно знаю что это очень важно особенно в рамках телемедицины есть такой в россии участковый принцип и участковый тип прикрепления связано опять же с устаревшим таким аспектом в российской федерации приписка или то есть нахождением человека обязанности приписаться именно к тому месту где у него есть паспорте соответствующий штамп это в какой-то степени ограничивать ограничивать возможности этого человека но представьте себе если этот человек заболел чем-то и находится он в каком-то районе где есть один врач уролог но мне близко именно примеры из урологии и он его очень долго лечит ну понятное дело что иногда бывает ситуация когда врач может ошибаться ну сейчас не буду обсуждать почему он может ошибаться он может быть действительно заблуждаться может быть не достаточно компетенции и к сожалению человека который прикреплен к вот этому территории так это согласно это прописки он не может сделать свой следующий шаг в рамках опять же обязательно медицинского страхования так конечно может пожалуйста поехать любую точку земного шара заплатить за эти деньги но в рамках существующей основной системы финансового покрытия медицинских услуг он не может официально без разрешения вот этого врача который закреплен за ним ли он вернее закреплен за этим врачом в общем то не может сделать этого шага и к сожалению это еще больше и хорошо проявляется не только научить на участке к примеру ограниченным одним районом это хорошо проявляется когда мы говорим об области допустим или о крае не всегда допустим главные специалисты готовы дать своему пациенту который нуждается даже порой хотя не всегда и нуждается допустим направление на высокотехнологичную медицинскую помощь в допустим в москву или в санкт-петербург ли какой-то другой центр там где может быть пациенту будет оказана более квалифицированная помощь но это наши наши реалии на сегодняшний день телемедицинские технологии стирают такие участковый этот принцип стирают эти вот географические границы и дают возможность пациенту не нарушая российское законодательство запросить ту или иную консультацию дистанционно у того врача которому с учет необходимым доверить свое здоровье это в общем то прописано в российском законодательстве порой действительно есть ситуация когда очень важно иметь второе мнение но это бывает сложные клинические ситуации это будет бывает от возможность отсутствия специалистов или отсутствие навыков у этого специалиста или нету необходимого оборудования которое в общем-то дало возможности провести то или иное исследование или необходимость таких узких специалистов которые заточены под какую-то определенную и знают очень хорошо эту проблему в урологии казалось бы узкая специальность до всего семь тысяч врачей российской федерации урологов всего 700 тысяч врачей из них 7000 урологов и тем не менее даже внутри вот эта небольшая специальность есть большие подразделы это онкоурология это урогинекологии это андрология и многие другие направления где люди достигли совершенства может быть в этом в этом направлении поэтому такие узкие специалисты порой очень хороши особенно когда встречаются с тяжелым клиническим случаем например какой-нибудь микроцистис допустим в клинической практике какого-нибудь врача центральной районной больницы это большая проблема какие-то коралловидные камни или еще какие-то ситуации когда действительно нужен узкий специалист и здесь здорово конечно когда появляют благодаря телемедицинским технологиям появляется возможность получить второе врачебное мнение для чего оно необходимо ну в первую очередь конечно это постановка клинического диагноза ну правильного клинического диагноза надеюсь так вот будет осуществляться в процессе такой консультации назначение соответствующего лечения то есть вот этот аспект касается в первую очередь обычных врачей клиницистов клиницистов но есть ситуация когда пациент сделал какое-то исследование и врач вроде бы хорош например вот сделал компьютерную томографию или ядерно-магнитный резонанс или какое-то другое исследование но и клиницист нормальный возле него но не всегда достаточно вот того описание даже самому врачу клиницист для того чтобы принять правильное решение и сейчас на сегодняшний день допустим результаты которые получены с помощью современных методов диагностики они все оцифрованы их можно передать дистанционно другому эксперту мы чуть попозже поговорим о разных направлениях вот вот как раз таки консультации по узким вот этим направлением связанным как раз диагностика ну в первую очередь с диагностикой здесь в первую очередь лучевые методы диагностики и еще немаловажно тут вообще очень большая проблема российской федерации это отсутствие таких патоморфологов специалистов которые способны ставить диагнозы на основании потом патоморфологических исследований это исследование гистологических препаратов биопсии или удаленного органа допустим и может быть недостаточно их какой-то допустим что покрыть о какой-то регион но недостаточно экспертизы у этих специалистов в урологии есть даже такое понятие как ура патология то есть патоморфолог или патологоанатом который обладает экспертизы в области патоморфологии рак предстательной железы достаточно разнообразное заболевание пор очень тяжело выбрать правильное решение правильное лечение если достаточно хорошо просмотрены вот эти вот гистологические препараты ну мы называем это пересмотр стекол так в обывательский но это такое второе патоморфологическое мнение какие проблемы скрываются за получением второго врачебного мнения но первое что в ходе вот этого вот консультация такой в том числе и дистанционной телемедицинской консультации мы можем получить взаимоисключающие заключение очень тяжело будет с этим справляться даже третье мнение не решает как правило этого вопроса но есть одно есть два других мнения это не факт что это в общем то здесь чисто механический выбор большого количества большего количества мнений поможет правильно принять взвешенное клиническое решение но следующее это невозможность исполнить назначение иногда врачи дистанционно которые консультируют рекомендуют тот или метод исследования к сожалению пациент не может его сделать ну во первых потому что просто этого исследования нет на территории на которой он закреплен да помните у нас есть участковый метод прикрепления участковый тип прикрепления а с другой стороны может со стороны врачей которые находятся этих на этом участке при возникать препятствия в прохождении такого исследования или допустим в направлении пациента к тому врачу с которым он дистанционно консультировался это из жизни моей я очень много в общем то в такой ситуации сталкивался ну и самая самая большая такая не очевидная на первый этап на первом этапе проблема это большое количество вообще в принципе мнений они может быть не быть взаимоисключающие но чуть-чуть они будут отличаться это абсолютно практически происходит за редким каким-то исключением когда у врача хоть как-то немножко мне не отключается от того от другого врача которого тоже вы получили эту вторую телемедицинскую консультацию и здесь есть предупреждение не старайтесь наращивать какое-то в общем-то количество увеличивать количество этих вторых мнений если будет у вас даже их 10 это уже будет даже опасно потому что вы не поймете что потом с этими мнениями делать надо просто остановиться принять такое-то для себя решение и следовать рекомендациям того врача которому вы доверяете большое спасибо за внимание специально для канала и в икея а